6 февраля в 7 часов вечера в стенах театрального дома Юра Сварда прозвучит концертная программа «Франция в Борис Шансон». Почувствовать шарм французской музыки приглашает певица Ая Витолине, музыковед Лена Яковлева и Венсполский камерный оркестр. За дирижерский пульт встанет Айгар Смери. Здравствуйте, в эфире Курзамское телевидение. Сейчас мы вам расскажем о событиях, которые произошли в Венсполсе. В студии Татьяна Шховская. Управление Венсполского свободного порта охотно демонстрирует работу порта как гостям города из Латвии, так и из зарубежья. Недавно в Венсполсе гостила группа студентов и преподавателей из Белоруссии. Возможно, в будущем именно эти студенты станут партнерами по сотрудничеству Венсполского свободного порта. В январе в Венсполский свободный порт приехали студенты и преподаватели из нескольких университетов Белоруссии. Белорусского экономического университета, технического университета, университета информатики и радиоэлектроники и Белорусского университета транспорта и туризма. Среди гостей были будущие инженеры, механики, специалисты по логистике. После того, как студенты осмотрели Венсполский порт и его терминалы, они отправились на экскурсию по Венсполсу. В том числе посетили замок Лимонского ордена. Венсполс – это один из портов Латвии, который нас, как представителей системы образования, которая готовит будущих логистов, очень нас интересует, чтобы мы своим студентам не только рассказывали о том, как ведутся работы в порту, но чтобы мы имели возможность показать, как это на практике реализуется. Нас очень хорошо встретили, нам показали, рассказали работу самого порта. Была презентация, была экскурсия непосредственно на терминал наливных грузов, была презентация на терминал генеральных грузов. Всем очень понравилось, очень интересно, очень интересные рассказчики. У студентов был большой интерес, у нас не только студенту и не только магистранту, у нас много еще преподавателей в группе, которые, кроме теоретических знаний, хотели бы увидеть, что на самом деле происходит в порту. На самом деле это очень актуально, и Латвия, и Беларусь заинтересованы в каком-то сотрудничестве. Белорусские студенты и преподаватели посетили и другие порты, могли их сравнить. К каждому порту свойственны свои направления развития. Есть специфика каждого порта, то есть мы посещали порт в Германии, это был Роттердам, это Гамбрук, это, конечно, более крупные порты. Но в основном то, что мы обычно смотрели, это перевалку контейнера. Здесь своя какая-то инфраструктура, то есть здесь у нас наливные грузы присутствуют, и, ну, как бы, немножечко все по-другому, все иначе. Белорусских компаний экспорт, основной доход от экспорта, это экспорт нефтепродуктов, которые производятся на наших нефтеперерабатывающих предприятиях. А так как специфика Венспилского порта, именно специализация на перевалке этих грузов, конечно же, нам это тоже было интересно увидеть и посмотреть. Управлению Венспилского свободного порта важно рассказать о своей работе и познакомить с ней общество. Венспилский порт сотрудничает с другими самоуправлениями Латвии. А также работает с зарубежными делегациями. Нередко в гости в Венспилс приезжают именно студенты и молодые специалисты. Сегодня в Венспилсе была делегация белорусских студентов, которые изучают транспортную политику, логистику как раз в Белоруссии. Четыре университета, студенты из четырех университетов. Конечно, такое видо сотрудничества для нас очень важно, потому что Белоруссия, так что и Россия, Казахстан, Китай, вот эти страны, которые находятся за Венспилским портом, и для кого мы ворота в Европу и, в принципе, весь мир. Особенно для Белоруссии. Это, конечно, очень важно для студентов. Такого вида сотрудничества у нас уже давно. Каждый год у нас стажируется по несколько белорусских студентов, как раз те, которые обучаются логистику. Ну, также из латвийских школ, из Венспилского вуза есть стажировка. Ну, вот такая делегация из почти сорока студентов и преподавателей было впервые. Но это, конечно, очень важно, потому что эти студенты, они в будущем будут те, которые будут заниматься транспортом из Белоруссии. Это очень важно, что они видели здесь, что они ознакомились, что у них наладился уже какой-то контакт, уже понимание, как работает порт, и с кем связаться при необходимости в будущем. Студенты и педагоги из Белоруссии каждый год получают возможность участвовать в образовательных экскурсиях в страны Европейского Союза. В этот раз именно Венсполс был выбран одним из пунктов назначения и включен в программу тура «Техническая поддержка логистики и информации» стран Балтии и Скандинавии. Образовательные экскурсии организуют преподаватели Белорусского экономического университета в сотрудничестве с Международным центром связей Горуб. Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из одного хозяйства пилтонской волости 18 коров, одну лошадь, две козы, козла и одного козленка. Причиной для таких действий стало безответственное отношение хозяйки к своему стаду, которая была вынуждена самостоятельно искать себе пищу. Это крестьянское хозяйство уже попадало в поле зрения продовольственно-ветеринарной службы. Неоднократно специалисты службы выносили предупреждение и штрафовали владельцев. Но до сих пор нарушения не были настолько серьёзными. В ветеринарно-продовольственной службе, прибывшей на место, ничего не оставалось, как срочно изъять животных. Так как начинало темнеть, не заметили ещё двух козлов, но и их сотрудники службы обещали забрать. Животные были очень слабые. У них торчал позвоночник, рёбра. Конечно, не у всех. Скотина была в таком состоянии, что не стоило ждать, пока пострадает следующий. Жалобы о том, что оставленный без присмотра скот бродит по лесу, поступали от охотников и жителей Таргольской и Пилтонской властей. Животные были вынуждены ходить за 5-6 километров в поисках корма в ближайших хозяйствах. Соседи были вынуждены оградить свою территорию колючей проволокой, так как стадо регулярно пыталось отыскать корм на их участке и вытаптывало садовую территорию. У скотины не было хлеба, поэтому стадо искало приют в ближайшем заброшенном доме. Был случай, когда корова застряла в подвале этого дома и пришлось вызывать спасателей. По словам руководителя Пилтонской власти, через пару километров от места содержания животных есть поля, на которых можно заготовить корм. Да и сосед предлагал владелец руку помощи, но она отказалась. Сейчас животные находятся в безопасном месте, их кормят и о них заботятся. Решение об их дальнейшей судьбе еще не принято. Скорее всего, им будут искать новых хозяев. Правда, одну корову пришлось усыпить, ее состояние было слишком тяжелое, из-за чего невозможно было ее перемещать. В среду закончилась выплата муниципального рождественского пособия отдельным группам жителей. С 1 декабря 2017 года по 31 января этого года пособия получили 7 724 задекларированных в Венсполсе жителей. Для этого самоуправление выделило 328 418 евро. Это пособие полагается задекларированным в Венсполсе пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без родительской опеки, а также детям из неимущих и малообеспеченных семей. Пособия в размере 43 евро могли получить пенсионеры и инвалиды, если размер получаемой им пенсии, не считая доплаток пенсии до уплаты всех налогов, не превышает 315 евро, а также дети-инвалиды и дети, оставшиеся без родительской опеки. В свою очередь пособия в размере 30 евро за каждого несовершеннолетнего ребенка могли получить неимущие и малообеспеченные семьи. Пенсионеры и инвалиды выделенное пособие могли получить, выбрав один из трех способов перечисление денежных средств на расчетный счет получателя пособия, выплата суммы пособия наличными деньгами в кассах социальной службы, доставка пособия на дом по месту жительства. Предприятие самоуправления Венспелс Рейс прислушалось ко многим просьбам и предложениям горожан, которые предлагали ввести новый маршрут до района, где расположены предприятия Бухер Муниципал и Малмор Шит Метал. Были проведены переговоры вместе с представителями заводов, где обсудили возможность подстроить время курсирования нового маршрута под время работы предприятий. «Мы создали новый маршрут 22А, который будет курсировать до заводов, чтобы сотрудники этих предприятий могли приехать на работу и уехать». «Это ко мне почти не относится, потому что автобусы Возголоса идут так же, как и шли. Последний автобус идёт в полдевятого». Так как поток пассажиров как в городе, так и в отсе Латвии уменьшился, предприятие пересмотрело необходимость некоторых рейсов. Изменения курсирования общественного транспорта предусматривают закрытие некоторых рейсов на отдельных маршрутах, а также открытие новых рейсов. «Летом 20-й маршрут, количество рейсов которого сейчас сократили, вернётся в привычное расписание. И, скорее всего, к нему добавят и дополнительные рейсы, чтобы люди могли попасть на пляж и вечером. Увеличить количество рейсов и 22-го маршрута. Поток пассажиров летом и зимой сильно отличается». Летом, когда поток пассажиров намного больше и наблюдается наплыв туристов, время и количество маршрутов будут пересмотрены. Предприятие «Минспоцрейс» пытается удовлетворить просьбы и нужды всех пассажиров. Однако это не всегда удаётся. «Мы не можем приспособить расписание для каждого человека. Мы оцениваем, если изменения, допустим, нужны для двух пассажиров, а остальные им не пользуются, то, к сожалению, мы вынуждены закрыть этот рейс или как-то иначе его изменить». «Я часто езжу на автобусах. Как вы думаете, изменение расписания повлияет на людей? Да, однозначно повлияет. Мне это мешать не будет. А многим, наверное, будет особенно в вечернее время, когда придётся возвращаться с работы». С изменениями можно ознакомиться на домашней странице предприятия. Таблички будут установлены и на остановках. Изменения вступят в силу 12 февраля. Директор предприятия «Венсполсрейс» указывает, что такие большие изменения не происходят часто и вносятся на основании результатов тщательного анализа спроса, предложений пассажиров и жителей, в сотрудничестве с городскими предприятиями и заказчиком Венсполской городской думой. Такая оптимизация движения общественного транспорта происходит раз в 3-4 года. Венсполский дигитальный центр продолжил в этом году традицию проведения мероприятия «Венсполс ИКТ Кластер Митап». Это возможность встретиться с предпринимателями, работающими в сфере ИКТ, получить актуальную информацию. В этот раз собравшимся дали возможность познакомиться с результатами второго конкурса пилотных проектов, в рамках которого участники получили финансирование на реализацию своей идеи. Например, предприятие «Тест Девлаб» разработало мобильную аппликацию системы Венсполского общественного транспорта. Пользоваться ей очень просто. С помощью этой программы можно попасть практически в любое место города, используя общественный транспорт. Она разработана таким образом, что ей можно пользоваться на операционных системах Android и iOS. Она будет доступна на трех языках. Аппликация призвана облегчить передвижение на городском общественном транспорте. Новая бесплатная программа будет полезна и горожанам, и гостям Венсполса. Программа позволяет понять, в каком месте города находится человек, где ближайшая остановка, через какое время подойдет автобус. «Если пользователь выбирает и нажимает на какое-то конкретное место на карте, то эта остановка приближается, и можно увидеть, какие транспортные средства останавливаются на ней и через какое время это произойдет. В главном меню пользователь может попасть в раздел настроек, поменять там язык, выбрав один из трех – латышский, английский или русский, сообщить об ошибках, связаться с нами и оценить это приложение». Предприятие Deodata продемонстрировало свою разработку – четырехмерную платформу для публикации геопространственных данных. Это возможность публиковать, хранить и обмениваться в интернете многомерными изображениями объектов. Этот продукт номинирован на приз Латвийской ассоциации открытых технологий в категории «Выдающиеся технологические решения в бизнесе». «Приобретение – это легкодоступная, визуально понятная и геометрически правильная пространственная информация о своих объектах». Фирма «Мэйзи» в рамках конкурса проектов разработала систему учета и разделения потребления энергоресурсов в многоквартирных домах и офисах, а также мониторинга качества окружающей среды. «Существует множество решений, чтобы мы могли увидеть, что происходит у нас дома. Можем установить локаторы на радиаторы, крутить там что-то, увидеть температуру, или пойти в ЛМТ и купить камеру видеонаблюдения на ТАТМУ, которая будет показывать температуру и уровень углекислого газа в квартире. Если же мы говорим о многоквартирных домах или о предприятиях, где расположено много офисов, то нет такого решения, позволяющего расположить сенсоры и увидеть, где и что происходит, регулировать систему отопления, чтобы сэкономить или обеспечить подходящий уровень комфорта». По задумке организаторов мероприятия, опыт этих участников конкурса пилотных проектов может стать для других дополнительным стимулом, который позволит им решиться на активные действия в направлении реализации своих идей, приняв участие в конкурсе и получив финансирование до 15 тысяч евро. На прошедших выходных в новом зале Венсполского театрального дома Юра Сварта прошел один из четырех концертов цикла современной авторской музыки «Ма». На сцену вышла популярная чешская скрипачка, певица Ива Битова. Ива начала записываться в 1986 году, и уже через четыре года ее уникальный голос и владение инструментом принесли международное признание. На встречу с композитором отправилась моя коллега Эвия Блумберга. В воскресенье театральный дом Юра Сварта наполнился звуками музыки и песен в исполнении популярной певицы, актрисы, композитора и скрипачки Ивы Битовы. Ива родилась в Чехии и росла в музыкальной семье. Уже с детства девочка знала, что в будущем хочет стать музыкантом, овладеть нотной грамотой и научиться играть на скрипке. Немногим позже появилось и желание писать музыку. Природа и тишина вдохновляют мою музыку. Я концентрируюсь на всех звуках, которые окружают нас. Самое главное для меня в эти дни – оставаться в тишине. Меня не должна тревожить музыка других жанров. Обычно, когда я играю на скрипке или нахожусь на природе, ко мне приходит вдохновение. Сочиняя новые работы, Ива Битова не соблюдает рамок. При написании музыки она смешивает разные стили и жанры – фолк с джазом и классической музыкой. Использует музыку народов мира, создаёт неповторимые произведения, которые нельзя причислить к какому-либо конкретному жанру. В моих работах присутствуют мотивы русской, армянской, азербайджанской, китайской музыки. Вдохновляюсь и цыганскими, еврейскими песнями. Я думаю, что кровь всех этих народов течёт в моих венах. Именно это делает мои работы такими эмоциональными, яркими, полными разных эмоций и гармонии. Это основа моей музыки. Известная чешская певица в Латвии гостила впервые. Скрипачка призналась, что пыталась прочувствовать музыку нашей страны, чтобы в будущем, возможно, использовать её мотивы в своих песнях. Мне понравилось осматривать посёлки, которые находятся рядом с вашим городом. Я пытаюсь вдохновляться такими небольшими посёлками, аутентичными песнями. В некоторых посёлках живут всего лишь несколько человек. Я думаю, что в их мелодиях и песнях есть искорки. Музыкальная карьера Ивы началась в 22 года. Она успела побывать с концертами во многих странах мира. В будущем Ива Битова хочет открыть свою частную музыкальную школу. Я очень много путешествую. Это означает, что когда-то я захочу изменить свою повседневную жизнь. У меня появляется всё больше и больше студентов по всему миру. Поэтому я, возможно, открою новую маленькую частную школу. Каждый концерт Ивы Битова наполнен своей магией и шармом, уникальностью, которая характерна только этой исполнительнице. Посетители концерта были вовлечены в процесс его создания. Ива пригласила присутствующих спеть с ней вместе и исполнить латышские народные песни. Я создала что-то уникальное, предназначенное только для публики. Я импровизировала, разговаривала со слушателями, пыталась побудить их петь вместе со мной, отправиться в магическое путешествие вне реальности, насладиться им и вернуться в реальный мир. Я должна поблагодарить людей, которые приходят слушать живую музыку, потому что публика дарит мне огромную энергию. После каждого выступления я получаю хорошие отзывы, а это самое прекрасное. Все интересное рождается в полночь и особенно после полуночи, утверждает известная латвийская певица Катрина Гупола. Именно так. После полуночи называется уникальное музыкальное шоу, созданное Катриной, известным пианистом Андреем Осокином, хореографом Габией Бириней и барабанщиком Элвисом Энделисом. В среду экспериментальное шоу команды творческих единомышленников увидели и венсполчане. Знаменитые мелодии и песни Нины Симона, Мэрилин Монро, Элли Фитджеральд, Пэтси Клайн и многих других популярных американских исполнителей 20 века в среду звучали в театральном доме Юра Сварты. Джаз, кантри, буги-буги, блюз, кино и мюзиклы прошлого столетия вдохновили пианиста Андрея Осокина, певицу Катрину Гупола, хореографа Габию Бириню и перкуссиониста Элвиса Энделиса создать необычное представление американской музыки после полуночи. Автором идеи выступила Катрина Гупола. Идея возникла благодаря тому, что я училась некоторое время в Америке, в Калифорнии, и мне очень понравилась эта культура, музыка, люди, природа, и мне захотелось часть из этого привезти в Латвию и показать людям здесь, какая замечательная музыка происходит из Америки. И звучит музыка 20-х, 60-х годов прошлого века. Это золотой век джаза, мюзиклов, кино, музыки. И очень много чего из того, что мы слышим сейчас по радио, в клубах, везде, это ведь построено именно на том, на той базе, той музыке, которая была в прошлом веке. После полуночи своего рода музыкальный эксперимент, спектакль, перформанс, где профессиональные исполнители выступили в новом для себя амплуа. Классика золотого века джаза была представлена в неклассической аранжировке. Особая роль была отведена и импровизации. Один из принципов джаза – это такое как бы соединение многих очень контрастных, эклектических вещей. И поэтому мы в нашем джазовом театре тоже соединяем эти разные вещи, немножко эклектично, потому что такова суть джаза. И здесь, конечно, каждый из нас и актер, и импровизатор, и музыкант, и в то же время композитор-аранжировщик. Например, для меня это огромная работа, была очень интересная. В этом и прелесть, и радость каждой новой такой постановки, и каждого нового города, в котором мы это показываем, потому что это действительно интересно, там есть импровизация, которая для классической музыки совершенно не свойственна. Андрея Сокина увлекла идеей интерпретировать музыку разных жанров и направлений, интегрируя в нее элементы классической музыки и придавая уникальное звучание каждой песне. Изюминка представления – дуэт Габи и Бирини и Андрея, где пианист исполняет произведения Джорджа Гершвина одной левой рукой, а остальным телом участвует в танце. Хореографу Габи и Бирини пришлось перевоплотиться из танцовщицы в актрису. По ее словам, соединить танец и актерскую игру – очень интересное и непростое занятие. В нашем спектакле есть место и для пауз, и для импровизации. По-моему, именно это позволяет спектаклю жить. Если бы представление было отточено от и до, то мы не смогли бы жить в нем. Этот спектакль этим и хорош. Каждый раз можем что-то добавить или отнять, удивить друг друга. Можем смеяться на сцене от души, как, например, сегодня. Звучание фортепиано дополнил перкуссионист Элвис Энделис. По его словам, соединить можно любые музыкальные инструменты. Главное, чтобы нужный контакт образовался между музыкантами. Между мной и Андреем такая связь образовалась. У нас начинает появляться естественная игра, что очень удобно. Мне очень нравится то, что и рояль – это такой огромный инструмент. Его часто сравнивают с оркестром. Очень много красок, очень много возможностей. Можно играть очень разную музыку. От лирической музыки Шуберта до музыки Листа. Практически в одно время написано, но невероятно разное. И так, так, так и везде. И то же самое барабаны – это очень много инструментов. И, по сути, бесконечное количество добавлений. Вот нам была мысль, вот еще какой-то инструмент взять, вот еще какой-то тембр. И мы находим, и это получается тоже такой маленький мини-оркестр, на котором Элвис замечательно играет. Катрина Гупола признается, что Венспас приезжает с положительными эмоциями. Выступать на сцене Юра Саварта нравится и Андрею Осокину, который отметил, что венспасская публика разбирается в хорошей музыке. Андрей тут бывает очень часто, так очень удачно сложилось. А я приехала с очень позитивными эмоциями, потому что я знала, какой замечательный зал здесь, и какая сцена, что она широкая, глубокая, проектор огромный, свет, звук, все на высочайшем уровне. И это очень приятно выступать в таком месте. И есть место, где развернуться. И это были все события на сегодня. До свидания, до встречи во вторник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 февраля в 7 часов вечера в стенах театрального дома Юра Саварта прозвучит концертная программа «Франция Барис Шансон». Почувствовать шами французской музыки приглашает пивица Айе Витолине, музыкавиета Лена Яковлева и Венсполске камерной оркестр. За дирижорский пульс встанет Айгар Смери. Светиан, 4. февраля, no 13.00 лидц 15.00 виси айцинат uz Piejūras Бривдабс музею, lai kopā сагаидītu метиņus. Музея метиņс палидзēсиевилgt хаскиино салспилз. Пасакума вадīс, салдус новада, друвас культурас, нама Аматертеатра актриса Майя Плита. Тайя педалисиес kolkas либешу ансамблис лаула. Бūs iespēja baudīt gardu putru un cildīties ar siltu tēju. Бērniem iespēja piedalīties музеja rīkotajā radošajā darbnīcā. Notiks tirdziņš, kurā būs iespēja iegādāties dažādus gardumus. Венспolskai ukraiņskai opšistva приглаšait на День сала. 10. февраля в 11.00 на Венсполском ринке дегустация блюд из сала, презентация издери из этого продукта, konkurs среди участников и концертная программа с участием местных и приглашенных артистов. Сюрприз от организаторов – настоящий украинский борщ. Встречаемся 10. февраля в 11.00 утра на рыночной площади Венсполса.